Друзья, пока дождь, можно делать манипуляции, объединять семьи, взятку на акацию. Вот семейка сидит сверху, вроде бы как 8 рамок обсиживает. Ее привезли 18 апреля мне, как говорится, друзья удружили, ну как есть. Она на акацию не вытянет, надо ее объединить с такой же точной, привезенной в это же время. Тут корпус пчелы и там корпус пчелы будет хороших, два корпуса пчелы, рамок 12 расплода, она должна акацию потянуть. Нечего их разводить, количество будет. Вот, друзья, такое состояние снизу, это пчелы с Воронежской губернии. Рамки, конечно, не идеал, это рамки мои подставленные. Ну, в общем-то, здесь может быть рамок 10 пчелы. А как я вам показывал, сейчас до акации осталась неделя, что я сейчас сделаю. Эту семью опущу на нижний корпус, этот уберу, вытрушу и сверху принесу такую же, поставлю через сетку семью. Постоят немножко, принюхаются, найду матку, нижнюю посажу под решетку, а верхнюю уберу в отводок. Это будет сокращение объединения семей на акацию. Просто, быстро, дешево. Видите, нижний корпус, предыдущие ролики вы смотрели, там было все забито. А здесь рамочки, ну, может, три всего обсиженной пчелы, если все собрать в кучу. Так что это не семья, а, в общем-то, как говорится, смех и грех. Надо объединять. Сейчас этот корпус поставлю на низ. Открою литок, вытрушу этих оставшихся пчел и принесу улей такой же, покажу. Сейчас вытрусим пчелу из этого корпуса. Развел дымарик. Тут ее просто что больше работы, чем эффекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая же семья. Было 18.04.04.4 рамки расхода, 7 пчелы. Но это так, теоретически. На самом деле, сейчас посмотрим... Ну, в общем-то, жидковатая апсидка. По краю вообще никого нет. Вот что это за семья. Прошло 22 и сегодня 8. 20 дней. Как говорится, как сидели на одном корпусе, так, в общем-то, и сидят. На них смотреть нечего. Объединяем с двух, делаем одну хорошую. Жалость – это плохое чувство. Жалость – это плохое чувство. 18 плюс 6 см. 60 плюс 6 см. 7 плюс 8 см. Продолжение следует... Вот и всё. Нижнюю оставили внизу, струсили, вы видели. Эту принесли на двух корпусах, но вроде бы, чтобы пчела, которая была в этом полупустом корпусе, никуда не слетела, и чтобы их не трусить, чтобы не вернулись обратно, я принёс и поставил сверху этого гнездового. Всё, пусть сидят. Закрытые литки пусть сидят. На то место я сейчас буду отсаживать свои матки зимовалые на одной-двух рамочках, потому что у меня будут объединять, делать медовики. Это место свободное. Я заполню матками, которые у меня лишние будут при объединении таких же двух своих зимовалых семей при создании медовиков. Вот в таких вот улях. Буду сажать на одну-две рамки пчелы матку, ставить медок в суш, и пусть она продолжает сеять. А из двух семей делать медовик, срассаживать их на три корпуса, и вперёд из песни. Прошло шесть дней после постановки вощины. Вощина готова к употреблению. Также на 50% оттянута. Оттянута на 50%. Готово. Сейчас мы её вытрусим и поставим сюда новых четыре вощины. Эту мы повесим сюда. Пусть она тут висит. Принёс новых четыре рамки вощины. Ставлю во второй корпус. Матка здесь находится под решёткой. Для интереса просто посмотрим, что здесь у нас. вот выходит пчёлка, пыльца набирает открытый расплод. Крайняя рамка от стенки расплод. Вы видите, как они её обогревают, заняты делом, а вы говорите, оно замёрзнет. Вот это и называется «Заставить пчёл работать на результат». Ставим. И рамка прошлогодней вощины под майский мёд. Здесь от стенки никого нет. Пусть лазают, разбираются. Четыре рамки вощины и вот она вощина висит. Более предметно можно рассмотреть вблизи, какого она состояния. В общем-то, одинаково это вот со второго корпуса, третьего корпуса. Разницы практически никакой нет. В каждом корпусе потянули, в общем-то, одинаково. Всё, ждём ещё шесть дней и посмотрим, что получится.